Засимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным гладко выбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему лет двадцать семь. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все было на нем широко, щегольское, с иголочки, белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая и в то же время изученно-развязная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. «А я, брат, два раза к тебе заходил! Видишь, очнулся!» – крикнул Разумихин. «Вижу, вижу. Но так как же мы теперь себя чувствуем, а?» – обратился Засимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван, в ногах, где тот час же и развалился по возможности. «Да все хандрит!» – продолжал Разумихин. «Белье-то вот ему сейчас мы переменили, так чуть не заплакал!» «Понятное дело, белье можно бы и после, коль сам не желая так. Пульс славный, голова-то все еще немножко болит, а?» «Я здоров! Я совершенно здоров!» – настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и скверкнув глазами, но тот час же повалился опять на подушку и обратился к стене. Засимов пристально наблюдал его. «Очень хорошо! Все как следует!» – вяло произнес он. «Ел что-нибудь?» Ему рассказали и спросили, что можно давать. «Да все можно давать. Ну, супу, чаю. Грибов да огурцов, разумеется, не давать. Ну, и говядины тоже не надо. И, ну, до чего тут болтать?» Он переглянулся с Разумихиным. «Микстуру прочь, все прочь, а завтра я посмотрю. Оно бы и сегодня, ну, да завтра вечером я его гулять веду», – решил Разумихин. «В Юсупов сад, а потом в поле да кристаль зайдем. Ну, завтра бы я его шевелить не стал. А, впрочем, немножко. Ну, да там увидим». «Эх, досада. Сегодня я как раз новоселье справляю. Два шага. Вот бы он зашел. Ну, хоть бы на диване полежал между нами. Ну, ты-то будешь?» – обратился вдруг Разумихин к Зосимову. «Не забудь, смотри, обещал». «Ну, пожалуй, позже разве. Что ты там устроил?» «Да ничего. Чай, водка, селедка, пирог подадут. Свои соберутся». «А кто именно?» «Да и все здешние, и все почти новое, право. Кроме разве старого дяди? Да и тот новый. Вчера только в Петербург переехал по каким-то делишкам. В пять лет по разу и видимся». «Да? А кто такой?» «Да и прозябал всю жизнь уездным почтмейстером. Пенсионишка получает. 65 лет, да и не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю». «Порфирий Петрович придет. Завтрашний пристав следственных дел. Правовед. Да ведь ты его знаешь». «Он тоже твой какой-то родственник?» «Самый дальний какой-то. Да ты чего хмуришься? Что вы, поругались-то раз, так ты, пожалуй, и не придешь?» «Да наплевать мне на него. И всего лучше. Ну а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, заметов. «А скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него, Зосимов кинул на Раскольникова, с каким-нибудь там заметовым?» «Ох уж эти мне брюзгливые, а, принципы. И весь-то ты на принципах, как на пружинах. Повернуться по своей воле не смеет. А по-моему, хорош человек. Вот и принцип. И знать ничего я не хочу. Заметов человек чудеснейший». «Угу. И руки греет. Ну и руки греет, и наплевать. Так и что, что греет?» Крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. «Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош. Понимаешь? А прямо-то во всех родах смотреть так много ли людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда совсем с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут. Да и то, если с тобой в придачу». «Нет, это мало. Я за тебя две дам. А я за тебя только одну. Ха, острит еще. Заметов еще мальчишка, я еще волосенки ему надеру, потому что надо его привлекать, а не отталкивать. Тем, что ты оттолкнешь человека, не исправишь. Тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвойне осторожней надо. Эх вы, тупицы прогрессивные. Ничего-то вы не понимаете. Человека не уважаете. Себя обижаете. А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, и дело одно общее завязалось. Желательно знать. Да все по делу вот о маляре, то есть о красильщике. Уж мы его вытащим. Вот точно. А впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем-совсем теперь очевидное. Мы только пару поддадим. «Какой там еще красильщик?» «Ну как? Разве я не рассказывал? Аль нет?» «Да бишь, я тебе только начало рассказывал. Да вот, про убийство-то вот этой старухи-то, закладчицы, чиновницы». «Ну, тут и красильщик теперь замешался». «Да про убийство-то я и прежнее твоего слышал. И этим делом даже интересуюсь отчасти по одному случаю. И в газетах читал. А вот...» «Лизавету-то тоже убили», – брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери и слушала. «Лизавету?» – пробромотал Раскольников едва слышным голосом. «А Лизавету торговку-то? Аль не знаешь, она сюда вниз ходила, еще тебе рубаху чинила». Раскольников обратился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками выбрал один такой неуклюжий белый цветок с каким-то коричневыми черточками и стал рассматривать, сколько в нем листиков, какие на листиках зазубринки и сколько черточек. Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не пробовал шевельнуться и упорно глядел на этот цветок. «Ну так что ж там? Красильчик с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосимов болтовню Настасьи. Та вздохнула и замолчала». «А то же в убийце записали», – жаром продолжал Разумихин. «Улики, что ли, какие? Да какой черт улики? А впрочем, именно по улике. Да и улика-то это не улика. Вот что требуется доказать, понимаешь? Это точь-в-точь, как сначала они забрали и заподозрили этих, как бишь их, Коха да Пестрякова. Тьфу ты, как это все глупо у них делается, даже в чуже гладко становится. Пестряков-то, может быть, сегодня ко мне и зайдет. Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось, ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали». Зосимов любопытно посмотрел на Раскольникова. Тот лежал, не шевелился. «А знаешь что, Разумихин, посмотрю я на тебя, какой же ты, однако, хлопатун», – заметил Зосимов. «Это пусть, а все-таки вытащим», – крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. «Ведь тут что всего обидней? Ведь не то, что они врут, вранье-то всегда простить можно, вранье – дело милое, потому что к правде ведет». Нет, то досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. «Я Порфирия уважаю, но ведь что их, например, первонаперво с толку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником – отперта. Ну, значит, Кох до пестряков и убили». Вот понимаете, вот их логика. «Да не горячись ты, их просто задержали, ну, нельзя же их было просто взять и отпустить. Кстати, я ведь этого Коха встречал, он ведь, оказалось, у старухи вещи просроченные скупал, а? Ну да, мошенник какой-то, он и векселя тоже скупал, промышленник, да и черт с ним. Я ведь на что злюсь? Пойми ты это, на рутину их дряхлую, пошлейшую, закорузлую злюсь. А тут в одном этом деле целый новый путь открыть можно. По одним только психологическим, только данным можно показать, как на истинный след нужно попасть». У нас, дескать, факты есть. «Да ведь факты не все, по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь». «Ну а ты что, с фактами обращаться умеешь?» «Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь, ну, ощупом чувствуешь, что вот мог бы делу помочь, ка бы». «Эх, ты дело-то подробно знаешь? Да вот, про красильщика от тебя жду». «Да, бишь, ну, слушай историю. Ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там нянчились еще с Кохом да с Пестряковым, хотя те каждый свой шаг доказывали, говорят очевидность, объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирный футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть. «Прибежал, где ко мне вчера по вечеру, третьего дня, примерно в начале девятого, день и час, говорит, вникаешь?» «Работник, говорит, красильщик, который до этого ко мне на дню забегал. Николай. И принес мне Евту коробку с золотыми сережками и с камушками и просил за них под заклад два рубля. А на мой спрос где взял? Объявил, что на панели поднял. Больше я его на том не расспрашивал. Это Душкин-то говорит. «А вынес ему билетик?» Рубль, то есть, потому тебе думал, что, ну, не мне, так другому заложат. Все одно пропьет, а лучше пусть у меня вещь лежит. «Дальше, где положишь, ближе возьмешь, а объявится, что аль слухи пойдут, тут я и непременно представлю». Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, врет как лошадь, потому что я этого Душкина знаю. Сам он закладчик, и краденая прячет, и 30-рублевую вещь не для того, чтобы представить у Миколая подтибрил. Просто струсил. Ну так черту, слушай, продолжает Душкин. «А крестьянина Евтова Миколая Дементьева знаю с измололетства, нашей губернии, уезда, Зарайского, потому-де мы сами рязанские. А Миколай хоть не пьяница, а выпивает. И известно нам было, что он в Евтом самом доме работает, красит вместе с Митреем. А с Митреем они из одних местов. И получивший билетик, он его тотчас разменял, выпил за раз-два стаканчика, с дачу взял и пошел. А Митрея я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы, что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором-то убили. А мы-то их знавали. И взяло меня тут с умнением насчет Серег, потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать тихими стопами. И первонаперво спросил, тут ли Миколай. И сказывал Митрея, что Миколай загулял. Пришел домой на рассвете, пьяный. Дома побыл примерно минут десять и опять ушел. А Митрей уже потом его и не видел, и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми во втором этаже. Слыши все это, мы тогда никому ничего не открыли. Это Душкин говорит. А про убийство все, что могли, разузнали и воротились домой. Все в том же нашем сумнении. А сегодня по утру, восемь часов, то есть это на третий-то день. Понимаешь, вижу, входит ко мне Миколай, нетрезвый, да не то чтобы очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку и молчит. А причь него в распивочной на ту пору всего один человек посторонний, да еще спал на лавке другой по знакомству, до двое наших мальчишков. «Видел, спрашиваю, Митрея? Нет, — говорит, — не видел. И здесь не был? Не был, — говорит, — с третьего дни. Оно нигде ночевал? А на песках, — говорит, — у коломенских. А где, — говорю, — тогда серьги взял? А на панели нашел? И говорит он это так, как будто бы неподобно и не глядя. А слышал, — говорю, — что вот то-то и то-то в тот самый вечер и в том часу по той лестнице-то произошло? Нет, — говорит, — не слыхал. А сам слушает, глаза вытаращая, и побелел вдруг, как будто мел. Я это ему рассказываю, смотрю, а он за шапку и такой вставать начал. Тут я захотел его задержать. «Погоди, Миколай, — говорю, — аль не выпьешь?» А сам мигнул мальчишке, чтобы дверь придержал. Да из-за стойки выхожу. Как он тут на меня прыснет? Да на улицу, да бегом, да в проулок, да только я его и видел. Тут я и с умлением его решился, потому его грех как есть. Ну, еще бы, — проговорил Заметов. Да стой ты, до конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Душкина задержали, обыск произвели, Митрея тоже. Пораспотрошили этих коломенских. Только вдруг третьего дня и приводят самого Миколая. Задержали его близ Невской заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Ему дали. Погазяне много минут, баба в коровник пошла. И видит в щель. Он рядом в сарае к балке кушак привязал, петлю сделал. Стал на обрубок и хочет себе петлю на шею надеть. Баба как благим матом вскрикнула, сбежались все. Так вот ты каков. А, ведите меня, — говорит, — в такую-то часть, во всем повинюсь. Ну, его с надлежащими манерами представили в такую-то часть, вот сюда, то есть. Ну, то, сё, сколько лет, 22, прочее, прочее. Вопрос. Как работали с Митреем? Не видели ли кого по лестнице вот в таком-то и таком-то часу? Ответ. Известно, проходили, может, какие люди, да нам не в примету. А не слыхали ли чего, шуму какого, прочего? Ничего такого не слыхали. А было ли известно тебе, Миколаев, тот самый день, что такую-то вдову, в такой-то день и час с сестрой её убили и ограбили? Знать, — говорит, — не знаю, ведать не ведаю. Впервой от Афанасия Павловича на третьи сутки в распивочной услыхал. Угу. А где серьги взял? На панели нашёл. А почему на другой день не явился с Митреем на работу? А потому это я загулял. Хм, а где гулял? А там-то и там-то. А почему бежал от Душкина? А потому что уже испужались мы тогда отчинно. Хм, а чего испужался? А что засудят? А как же ты мог испугаться того, коли ты чувствуешь себя ни в чём невиновным? Ну, веришь или не веришь, Зосимов, этот вопрос был предложен. И вот буквально в таких выражениях я положительно знаю, мне это верно передали. Ну, каково? Каково? Нет, ну, однако ж улики-то существуют. Да я не про улики теперь, я про вопрос. Про то, как они сущность-то свою понимают. Ну, да чёрт. Ну, так же его сжали. Ну, нажимали, нажимали. Ну, понимаешь, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашёл, а в квартире нашёл, в которой мы с Митреем мазали. Хм, каким таким манером говорят? А таким, говорит, самым манером, что мазали мы это с Митреем весь день до восьми часов и уходить собирались. А Митрей взял кисть, да мне по рожек краской. Мазанул? Мазанул это он меня в рожу краской, да и побёг. А я, говорит, за ним. И бегу я это за ним, а сам кричу благим матом. А как с лестницы в подворотню выходить, набежал я с размаху на дворника и на господ. А сколько было с ним господ, не упомню. А дворник-то зато меня обругал, а другой дворник тоже обругал. И дворникова баба вышла, тоже нас всех обругала. И господин один в подворотню входил с дамой и тоже нас обругал, потому что мы с Митькой поперёк места легли. Я Митьку за волосы схватил и повалил, и тузить стал. А Митька тоже из-под меня за волосы меня ухватил и стал тузить. А делали мы то не по злобе, а так сказать, от любви, то есть играючи. А потом Митька ослободился, да на улицу и побёг. А я за ним. Да не догнал и воротился в квартиру один. Потому прибираться надо было. Так вот, стал я собирать и жду Митрея, а вось подойдёт. Да у дверей в синей за стенкой в углу, на коробку-то на эту и наступил. Смотрю, лежит в гумаге завёрнуто. Я гумагу-то снял. Вижу, крючочки такие махонькие. Крючочки-то мы это поснимали. Ан в коробке-то серьги. За дверями? За дверями лежало, за дверями? Вскричал вдруг Раскольников мутным и спуганным взглядом, смотря на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой на диване. Да? А что? Что с тобой? Ты чего так? Разумихин тоже приподнялся с места. Ничего. Едва слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. Все помолчали немного. Задремал, должно быть, с просонья, проговорил наконец Разумихин, вопросительно смотря на Засимова. Тот сделал лёгкий отрицательный знак головой. Ну, продолжай же, сказал Засимов. Что дальше? Да что дальше? Только что он увидал серьги, как тотчас же забыв и квартиру, и Митьку схватил шапку и побежал к Душкину, и, как известно, получил от него рубль. А ему соврал, что нашёл на панели, и тотчас же загулял. А про убийство подтверждает прежнее. Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услыхал. А зачем же ты, говорят, до сих пор не являлся? Со страху, говорит. А повеситься зачем хотел? От думы, говорит. От какой такой думы? А за что судят? Ну, вот и вся история. Вот теперь как ты думаешь, что они отсюда извлекли? Да чего думать-то? След есть хоть какой-то есть. Факт? Ну, не на волю же выпускать твоего красильчика. Да ведь они же его прямо в убийцы теперь записали. У них уже сомнений нет никаких. Да врёшь, ну горячишься. Ну, а серьги? Ну, согласись сам, что коли в тот самый день и час к Николаю и старухина сундука попадают серьги в руки, ну, согласись сам, что это они как-нибудь да должны же были попасть. Это немало при таком следствии. Как попали, как попали, скричал Разумихин. И неужели ты, доктор, ты, который прежде всего человека изучать обязан, и имеешь случай, скорее, всякого другого натуру человеческую изучить, ну, неужели ты не видишь по всем вот этим данным, что это за натура вот этот Николай? Ну, неужели ты не видишь с первого же раза, что всё, что он показал, при допросах святейшая, чистейшая правда и есть? Вот точно так и попали в руки, как он показал. Понимаешь? Наступил на коробку и поднял. Святейшая правда. Однако ж сам признался, что с первого раза-то солгал. Да слушай ты меня внимательно. И дворник, и кох, и пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что в той пору у ней в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчика встал и в подворотню входил. Вот об руку с этой дамой все, то есть восемь или десять свидетелей единогласно показывают, что Николай этот придавил Дмитрия к земле, лежал на нём, тузил его, а тут ему в волосы вцепился и тоже тузил. Вот лежат они поперёк дороги, и проход загораживают, их ругают со всех сторон, а они как малые ребята. Это вот буквальное выражение свидетелей. Лежат друг на друге, визжат, дерутся и хохочут. Оба хохочут в запуске с самыми смешными рожами. И один другого догонять точно дети на улицу выбежали. Ну слышал ты это? Ну теперь заметь себе строго. Тела наверху, ещё тёплые, слышишь, тёплые, так их нашли. Да если бы убили они или только один Николай, при этом ограбили бы, или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь тебе задать всего один только вопрос. Сходится ли подобное вот это вот душевное настроение, то есть взвизгивает этот хохот, ребяческая драка под воротами, с топорами, с кровью, со злодейской хитростью, с осторожностью и с грабежом? А? Вот тот час же убили, вот всего каких-нибудь пять или десять минут назад. Потому так выходит, тела ещё тёплые. И вдруг, бросив тела и квартиру отпёртую, и зная, что сейчас туда люди пришли, и добычу бросив, они, как малые ребята, валяются тут на дороге и хохочут, и всеобщее внимание на себя привлекает. И этому десять единогласных свидетелей есть. Ну, конечно, странно, разумеется, невозможно, но нет, брат, нет, не но. А если серьги, в тот же день и час очутившиеся у Николая в руках, действительно составляют важную, фактическую против него, контуру, однако ж прямо объясняемую его показаниями, следственно ещё спорную контуру, то надо же взять в соображение факты и оправдательные, и тем паче, что они факты неотразимые? А как ты думаешь, по характеру нашей юриспруденции, примут или способны ли они принять такой факт? Основаны единственно только на одной психологической невозможности, на одном только душевном настроении, за факт неотразимый, все обвинительные и вещественные факты, каковы бы они ни были, разрушающие. Нет, не примут, не примут ни за что, потому где коробку нашли и человек удавиться хотел, чего не могло бы быть, если не чувствовал себя виноватым. Вот капитальный вопрос, вот из чего горячусь я, пойми. Да вижу я, что ты горячишься, вижу. Постой, забыл спросить, а чем доказано, что коробка с серьгами действительно из старухина сундука? Это доказано, отвечал Разумихин, нахмурясь и как бы нехотя. Кох, Кох узнал вещь и закладчика указал, а тот положительно доказал, что вещь точно его. Плохо. А теперь еще, не видал ли кто-нибудь Николая в то время, когда Кох до Пестряков наверх прошли? И нельзя ли это чем-нибудь доказать? Да то-то и есть, что никто не видал, отвечал Разумихин с досадой. То-то и скверно. Даже Кох с Пестряковым их не заметили, когда наверх проходили. Хотя их свидетельство и не очень много бы теперь значило. Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней должно быть работали, но проходя, внимания не обратили и не помним точно, были ли там в ту минуту работники или нет. Хм. Стало быть, всего только и есть оправдание, что тузили друг друга и хохотали. Ну, положим, это сильное доказательство. Но позволь теперь, как же ты сам-то весь этот факт объясняешь? Ну вот находку, Серег, чем объясняешь? Коли действительно он их так и нашел, как показывает. Ха, чем объясняют? Да чего тут объяснять-то? Дело ясное. Ну, по крайней мере, дорога, по которой надо дело вести, ясна и доказана. И именно коробка ее и доказала. Настоящий убийца обронил эти серьги, понимаешь? Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались и сидел там на запоре. Кох сдурил и вниз пошел. Тут убийца выскочил, побежал тоже вниз, потому никакого другого у него выхода не было. А на лестнице спрятался он от Коха, Пестрякова и дворника в пустую квартиру, вот именно в ту минуту, когда вот эти Дмитрий и Николай из нее выбежали. Понимаешь? Простоял за дверью, когда дворник и те проходили наверх, переждал, пока затекли шаги и сошел себе вниз спокойно, ровно в ту самую минуту, когда Дмитрий с Николаем на улицу выбежали. И все разошлись, и никого под воротами не осталось. Может, и видели его, да не заметили, мало ли народу проходит. А коробку он выронил из кармана, когда за дверью стоял. И не заметил, что выронил. Потому что не до того ему было. Коробка же ясно доказывает, что он именно там стоял, вот и вся штука. Хм. Хитро. Нет, брат, это хитро, это хитрее всего. Да почему же? Почему же? Да потому что слишком уж все удачно сошлось и сплелось. Точно как в театре, так не бывает. Эх! Вскричал был Разумихин. Но в эту минуту отворилась дверь и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.